приветствую вас дорогие друзья меня зовут артур вы смотрите канал утробот в этом видео хотел бы вам рассказать о увлечениях некоторых людей все кто смотрит это думают так или иначе имеют отношение к этой теме какой-то им это интересно или они сами этим занимаются и все прекрасно понимают что удовольствие это не только сложное с точки зрения технической потому что разбираться приходится со старым железом но и достаточно затратное причем чем глубже вы погружаетесь в историю тяжелее достать и естественно не дороже стоит вот есть такие комьюнити различные они есть и на русскоязычных ресурсах на на англоговорящих ресурсах это в основном это ресурс вогганс называется вот там большое достаточно комьюнити люди там со всего мира собираются обсуждают какие-то железки придумывает еще что-то дошло до того что некоторые вещи которые хочется иметь многим но тяжело достать вот люди начали объединяться придумывать некие проекты объединять свои знания какие-то финансовые средства разрабатывать собственные проекты вот и значит там делиться ими продавать как-то друг другу вот потому что сейчас все доступно сейчас вот пожалуйста там заказывай платы по гербером в китае там вот любые детали все можно собирать самому можно там заказывать все что угодно можно реализовать имея там какое-то инженерное образование и какой-то подход более-менее технически вот я хотел рассказать историю об одного человеке его зовут серж он живет в и 16 лет он там работал все лето чтобы заработать на свою там первую звуковую карточку для компьютера в то время это была длипы соответственно это был там конец восьмидесятых вот и у него его так поразил этот звук что однажды он решил собрать когда-нибудь сам конструировать эту звуковую карту вот ну естественно все эти детские желания детские желания вот реальная жизнь это реальная жизнь там образование инженерное техническое до взрослой жизни она затянула и пять лет назад компания в которой он работал это исследовательский центр одной из компаний который занимается принтерами и и там штаб-квартира располагался там в бельгии в самой где он и живет вот она закрыла представительство он занялся там частным каким-то идти консалтингом вот и сейчас все появилось там время вот позаниматься любимым делом почему бы там и не вспомнить он решил у него после soundblaster 16 90-х была карточка углемод sound maxi home studio по-моему называлась на чипе dream она на таком была вот и он она настолько нравилась что он решил сконструировать дочернюю миди плату ну и соответственно построить ее решил на чипе dream вот и с этого момента начал инвестировать деньги в изучение темы вот этих чипов dream учение среди разработки для этого чипа начал разбираться подписал индей с этой компании вот и в принципе успешно сейчас берет развивает этот продукт естественно такую специализированную вот эта тема настолько не разрослась что он сделал небольшой магазинчик все это дело там реализует мне попал одна из его последних изделий это вот эта вот штука это называется буран миди модуль он ее назвал в честь советского космического корабля который там однажды в автоматическом режиме слетал в космос кстати 15 ноября было ровно 30 лет с даты его первого и последнего полета ну вот и в чем я хочу вам детально его рассказать про него мы его пощупаем послушаем вот и и сделаем какие-то сравнения интересные вот вот это вот тема этого видео так что давайте пошли смотреть что приехало так ну немного вот а компания который пускает эти чипы dream они в свое время являлись как бы основными звуковыми процессорами синтезаторами для карточек гулемот еще для многих других и в частности уже естественно эта компания не производит никакие там звуковые карты она отошла от этого бизнеса вот и основных направлений вот у них на сайте написано это разработка dsp для и процессоров музыкальных прошивок различных для электронных музыкальных инструментов на оборудование для караоке устройство эффектов и многое другое ну в частности касается профессионального аудио как компания не имеет как такого каких-то решений для потребительского рынка это уже им производитель непосредственно вот и в частности у них вот есть посмотреть продуктовую линейку их вот это ключевая их разработка последний это вот это сэм 5000 звуковой процессор это 16-битный процессор очень быстрый в нем hardware accelerated 24-битный dsp новая серия она поддерживает большое количество типов памяти в частности она поддерживает там нант этот quadspin норм с драм ддр ну то есть это память которая работает непосредственно с чипом и также он поддерживает интерфейс коммуникации там usb 2.0 высокоскоростной ethernet и оптический спидив но то есть там чудо не устройство и в частности кому интересно можете зайти там на dreamfr вот тут описание различных этих чипов но и так далее линейка идет есть отдельно dsp у них продается есть отдельный музыкальный синтезатор вот там стройная память сколько эффектов поддерживает там вот все здесь ветер написано ну не будут я на самом деле зачитывать давайте перейдем к более интересным вещам ходим непосредственно к сервису магазин этом адрес магазина сердошоп . com и вот тут мы видим все все вот это творчество на самом деле у меня много народу пишут где взял то где взял это и я вам сейчас покажу основные клевые штуки которые на самом деле вот здесь вот присутствует они здесь скопом идут вот и как коротенько вот это вот кавакс вот кто очень хочет себе кавакс вот может ее собрать это коробка к нему вот это бандл называемый первый 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 синтезатор в виде меди дочки это вот этот dreamblaster синтез 1 который был сделан он на чипе см 2095 вот он достаточно простецкий выдавал простой звук был достаточно недорогой вот я лично первый dreamblaster приобрел у него вот этот с 2 вот по сути он дает абсолютно идентичный звук а в е64 в режиме миди но при этом он может работать чистом досе не надо ни с чем париться просто карточки пристегнули и заработали ценник 35 евро это в принципе смешно для меди дочки вот и следующее поколение она соответственно вот эта коробка включает в себя вот этот с 2 плюс еще сразу выход аналоговый и он имеет миди вход уже миди 1 5 вот можно сразу подключать миди интерфейс сюда нам уже будет отыгрывать ему не нужна мастер карта какая-то вот следующее поколение устройств это было dreamblaster x2 вот здесь и ну есть и ревьюшки прям можно зайти непосредственно если знаете английский тут вот прям фил делал эти обзоры там всякие демки и прочее на них вот это вот уже здесь непосредственно вот этот dream 5000 серии с последний который вам показывал на сайте вот здесь смотрите 81-голосная полифония вот и соответственно это выполнено форм-факторе миди дочки то есть его тоже пристегиваете к мастер карте но здесь есть и usb через который обновляются настройки параметров синтезатора и можно загружать сюда банки здесь 64 мегабайта стоит вот и можно сюда грузить банки в эту память соответственно стандартный заводской 16 мегабайтный банк это гуд на основе открыто распространяемым саундбанка здесь серж связался последствия автором они вдвоем сделали адаптированный банк в 30 мегабайт для этого устройства вот и непосредственно для бурана версии для бурана здесь 50 мегабайтный саундбанк это самый крутой саундбанк для этих устройств вот именно его и мы будем тестить и в этом видео смотреть на что стоит обратить внимание из mpu карт это вот именно клон роландовский интерфейсной карты для работы с ролланд мт-32 так как оригинальный роландовский интерфейс и сейчас ценник их там переваливает там за 20-25 тысяч рублей вот и причем это уже версия даже уже позднее моей потому что здесь есть у карточки смотрите миди хидр приделали то есть сюда по можно повесить допустим миди дочку какой-нибудь там дри бластер и к интерфейсу подключить мт-32 и получите устройство все в себе и у вас не будет допустим никаких там глюком зависающим нотами там на сон бластер потому что у вас отдельный интерфейс это все обслуживает ну вот отличная вещь на самом деле и с ценой роландовского интерфейса это вообще в принципе не сопоставимо это гораздо дешевле вот я свой вариант у меня без миди хидра я за 100 евро кстати не уже покупал потом вот этот кабель который тоже многие ищут это по сути копия креативовского комплектного кабеля который прилагался к в 64 который включается в порт джойстика из него торчат 2 миди и на миди аут для подключения там различных миди устройств сейчас в оригинале этот кабель найти практически там нереально вот этот опл-лпт это можно на четвертом пинке поставить доз и определенный драйвер у вас будет опл настоящий через лпт порт работать вот и смотрите вот он этот зачарованный симкон для в 64 который стоит 49 евро вот вот именно платка только при заказе надо обратить внимание выбирать здесь лико для чего вы заказываете для голда или для валу и карточки вот можно сделать там с двумя чипами там просто стать панелька и вы не пизушку меняете она вот она вот вот это вот штучка и смотрите свод мы дошли наконец до x3 м вот extreme это как раз есть давайте чтобы удобнее было я на них открою в отдельных окошках и смотрите extreme как раз последняя разработка на основе которой сделан буран вот x3 м а вот а сам буран это x3 mb на самом деле чем они отличаются давайте расскажу немножко вот это x3 м а карточка она была разработана первые то есть это опять же устройство все в себе то есть она имеет midi in usb вход вот соответственно так плата выглядит здесь вот так же она идет 64 мегабайта памяти на ней стандартный чип dream 24 бит дак на не стоит вот может он играть 48 килогерц у него плейбэк качество вообще изумительный участ убить чуть позже но смотрите в чем вся фишка вот этот именно x3 м а это еще и устройство аудио то есть при подключении через usb там допустим какому современному компьютеру у вас появлялась внешняя звуковая карта и плюс появлялся сразу миди устройство одновременно то есть миди направлялась на эту карточку через посредством usb можно было маршрутизировать его в как бы сквозь эту плату на выход вот здесь расположенной din 5 подключать какие-то следующие устройства цепочкой вот и плюс еще поскольку это был аудио устройств на нем можно было микшировать ценой этого было определенное количество каналов dsp каналов управления которые на это тратились соответственно можно было реализовать только 54-голосную полифонию вот инструмент инструментально вот а в буране его немножко переделали от этого решения отказались то есть он целиком как миди вот он может роутить через себя грубо говоря миди сигнал вот но при этом функционал внешней звуковой карты у него пропал вот но зато у него уже полифония стала 81 голос на цена вот этот голосов этой поле в полифонии это и есть собственно dsp вот так же он вот очень быстро и отзывчивость меньше одной миллисекунды на мидии данные само по себе устройство выглядит в виде вот этого маленького космического корабля вот гостинчик из бельгии не приехал в такой коробочке вот и внутри лежал частям нас этот буран корпус изготовлены 3d принтере прям видно вот но изготовлен нормально ничего нигде не торчит не топорщится не цепляется подписанные левый правый канал и все качественно сделано очень и сама верхняя часть беленькая крепится вот на 3 защелки которые вполне все надежно выглядит вот сам модуль он упакован нас в отдельный пакетик а там подписан что протестирован какой саундбанк залит вот все в общем аккуратно прям как завод все серьезно ребята работают но вот собственно сама платка на ней стоит блок перемычек это служит для перенаправления сигнала медичного на самом деле есть хорошая инструкция в электронном виде прилагается там все очень хорошо описано вот но и непосредственно операционный усилитель стоит стоит блок флэш памяти и стоит сам процессор дримовский ну и плюс там какая-то обвязка вокруг вот собственно все его устройство вот разъемы позолоченные высококачественные достаточно все очень хорошо сделано без всяких соплей очень здорово очень качественно вот мне собственно нравится давайте сейчас прикрутим там вот комплекте у нас лежат винтики вот так вот все это выглядит в собранном виде вот и все что остается сделать это сверху закрыть крышечкой беленькой вот три защелки на которые все это ставится и все общем аккуратненько это защелкивается и у вас получается вот такое соответственно цельное устройство вот я думаю вот этот торчащий миди можно было конечно спилить бы в принципе потому что это только вот такой квадратный вот этот вот шлейфик закрывающие отверстие можно было все это скруглить это было бы я думаю кажется симпатичней ну и прикрыть его побольше чтобы не так торчал вот ну и в общем целом вот полетели хорош короче вот давайте перейдем к делу давайте пойдем дальше и подключим ее лечение само по себе вообще абсолютно несложное то есть у вас есть левый правый канал у меня вот видите здесь компьютер подключен специальный аудиофильский кабель аудиоквест это для бриллианса вот обязательно и я надеюсь я не не накосячу с каналами как в прошлом видео вот и и какой же он цвет цвета канала давайте загуглим белый левый красный правый так так у вас смотрите и у нас как бы получилась такая ракета видите красиво вот в меди разъем и включаем меди моим советую usb сначала подключаете потому что будет потом его подключать далеко неудобно и вот эти вот кстати штучкой вот напечатанные на 3d принтере весьма качество не лего совместимы вы можете сюда пассажиров каких-нибудь из конструктора насажать вот видите там уже загорелись там светодиодики показывает что устройство уже готово к работе вот на самом деле удобно у меня например миди это идет на старый компьютер а юсбшный идет на мой основной комп вот и можно работать и ну не сказать что одновременно но не перетыкивать постоянно потому что здесь можно и слушать музыку заниматься конфигурированием этой этого у нас с меди устройства а именно по шнурку по медишному с какой-нибудь ретро компату догнать или с любых там меди клавиатуры прочь эти устройства еще достаточно применяются профессиональной сфере музыка ну и давайте теперь посмотрим что за по у нас идет и с чем вообще это едят и как это звучит но вот здесь я скачал весь софт который прилагался бурану после подключения устройства по юсб у нас никаких дополнительных требований там нету по установке драйверов все определяется автоматически вот появляться системе буран x3m он появляется как там аудио устройство и в принципе все готово к работе больше никаких заморочек ничего нет вот касательно мануала да все очень грамотно и качественно сделано здесь все расписано как конфигурируется устройство что нас представляет спецификации все в принципе на уровне прям хорошего заводского изделия поэтому мне вообще очень понравился подход серже вообще классно вот и соответственно давайте сейчас перед тем как все таки начну я вам рассказывать про все вот эти внутренности вот заслушаем этот девайс все-таки уже очень хочется и не терпится запускаем миди плеер в настройках выбираем вот буран экстрим больше здесь никаких там маферов и мапперов ничего не надо все запускаем и в общем давайте слушать вы готовы дети я не слышу вы готовы дети я не слышу Продолжение следует... 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 Вот, надо нажать Update, вот, все, загрузки применились, и перезагрузить устройство, все. Вот, на этом вся процедура загрузки и окружения, она занимает 2 секунды и очень быстро, в отличие от того, как загружаются банки. Банки сначала там стирают память, ну вот, например, я, допустим, могу выбрать какой-то вот Buran DBX, вот, 51 мегабайт, открыть его и туда загрузить. Вот, и все, и вот видите, сначала он будет стираться, вот, потом долго-долго туда записываться. Вот, ну не долго, порядка там минут 5-6 точно будет. Вот, ну и вот смотрите, значит, потом разработали к экстрему некий чиптюн, вот, так называемый, это, ну, имитатор всяких насов, но он пока играет на нескольких мелодиях, и больше это как тестовая такая штука. Вот, потом это непосредственно Dream, это 2 банка на 64-128 инструментов, которые идут с завода с этим чипом, вот их описание есть там в пакете, то есть вот здесь расписаны какие инструменты, ну, это если кто-то профессионально будет использовать это, здесь все это видно. Вот, и непосредственно вот этот, который General User, вот он этот Good, так называемый, вот, их тут несколько версий, все версии, которые они вот с этим Кристофером делали, они здесь выложены. Вот последняя 10.04, она тут на 35 мегабайт, вот, ну и Redmi, здесь вкратце описаны все инструменты, которые тут есть, то есть видите, и эффекты плюс всякие. Вот, ну, в общем, все, все очень круто, вот, все очень солидно, такой вполне себе полноценный девайс с автом, с поддержкой, с будущим и с нормальным мануалом. Можно брать и пользоваться смело. И, в общем, давайте следующую часть видео, я, наверное, уже больше не буду вам тут никаких лекций читать, мы знаете, что сделаем. Вот, я сделаю монтажом сравнение, и сравним мы Buran вот с этим самым клевым его миди-банком, сравним с AVE-64, где у нас играл Masterpiece, вот, и сравним с оригинальным Roland'ом Sound Canvas SC55 MK2, который у меня есть. Я сделаю качественную запись этих устройств одного и того же трека, он уже был в предыдущих сравнениях, и постараюсь не обосраться, как в прошлый раз, с перепутанными каналами. Вот, поэтому вы сами все послушаете и услышите. А в конце я еще добавлю несколько там захватов именно из игрушек, где в качестве миди-устройства в музыкальном сопровождении будет у нас Buran Sound Model. Я воткну его к четверке, к своей, вот, и сделаю захват непосредственно игрового процесса из там штук трех игрушек, чтобы вы заценили, как это на самом деле прям играется и какая атмосфера создается. Вот, так что наслаждайтесь дальше просмотром, делайте для себя всякие выводы прекрасные, полезные, ставьте лайки, вот, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...